здравствуйте к вам уважаемые любители летных видов спорта очередной безмонтажный ролик я даже не знаю как его сейчас назвать наверное что-то про конвергенцию мы идем на высоте 4600 метров моя ручка сейчас хорошо да и подходим к конвергенцию горы монте виза принципе подобные ролики вам снимали уже не один раз исключением является гигантская высота которую мы набираем и волне понятно что мы набирали 5800 метров это наверное высота ничем особо не ограничено кроме как регулирование воздушного пространства у нас есть специальная зона на горе люр где можно открывать больше набирали там и 17 16 километров но сегодня именно облака высоко то есть вы посмотрите вот эти облака кучевые которые обычно на равнине там не знаю дороге в равнинных странах имеют высоту нижней кромки 2000 метров 2 с половиной очень хорошо 3000 редкость сегодня у нас горах имеет кромку посмотрите у нас четыре с половиной километра а набрали мы еще выше 4770 над было совершенно невероятное зрелище и вот облако справа сейчас ниже она ниже потому что это итальянский воздух я много раз рассказывал про конвергенцию что в италии другая воздушная масса и именно с этой воздушной массы приходит влажный воздух который создает значительно более низкую кромку и мы можем вполне себе позволить вот так вот знаю вот так раз по хулиганить и походить вдоль вот этих вот стенок столбов залезть вот в такие вот ущелья облачные очень это забавно но главное не терять видимость на понятные голову потому что могут быть такие же смелые планеристы и встреча таком месте будет последней ну подачи на этом парашюты есть и так далее но зачем глупо с ними заниматься я сейчас иду вперед вот вот это массивное облако пламой набрать высоту кромки и слетать на монте визу которая совсем рядышком вот там мелкая кочка это гора 4000 высотой 4200 по моему верхняя верхняя кромка то есть и смех и грех обычно она все время смотрится величественной мы смотрим на нее 1 вершину снизу а сегодня вы видите что-то такое мелкое снизу вообще все альфа смотрится крайне низкими сегодня особенность дня еще дымка как вы видите очень не видно вот дальний гор мы когда все это взлетали а на аэродроме у нас было 35 градусов на самом деле могло быть и больше но мы можем взлетать только не выше 35 так вот жарища была адская совершенно варево его в этом море и даже не видели куда мы летим то есть летели и куда-то пошли на север чтобы немножечко охладиться ну и забрались вот настолько высоко как вы видите высота четыре с половиной как было потому что вся эта линия работает я хочу просто залезть под это облако потому что потому что хочу не терять высоту через пустоту эти здесь можно было пройти на манте визе через вот эту итальянскую долину легко и просто но когда мы высоту теряли бы мы же хотим прилететь выше вершины это стараемся выше вершины на вариометре всегда легкий плюс ну чаще всего мы не теряя высоты продвигаемся вперед я редко сам наверно я здесь наверно первый раз я на такой высоте все время это обычно но 4000 считается подарков когда кромка ну 4 200 вообще считается бомба четыре с половиной вообще нереальная цифра и нас победишь и постоянно постоянно подымает здесь дорога вот здесь дорога не здесь нет сейчас я вам покажу дорогу красивейшую из италии во францию кто будет путешествовать буду категорически рекомендовать ее потому что вот она смотрите вот снизу она открыта конечно только в летнее время когда тут снег расстаивает но дорога вот можете проехать проедете рядом с манте визой на все это посмотрите снизу и сравните с тем как у нас это выглядит сверху продолжаем разговор возьмем интервью миша миша хорошо прохладно отлично замечательно миша когда вы набрали 3 700 сказал волков ни в коем разе не думай еще раз это снижаться нам должны быть высоко мы продолжаем высоко быть ну что давайте сгоняем к ленте визе я повторю что я настолько высоко ни разу книги приходил мне даже самому интересно как это будет а пока вы к ней летим я попробую отвечать на различные вопросы которые чаще всего задают нам в комментариях первый самый популярный вопрос как мы ходим на горшок ну так как вот так бутылочка с широким горлышком никаких проблем по большому не ходим терпим если припрет ну можно катапультироваться принципе такой вариант существует можно открыть жадью кабину я могу выпрыгнуть а миша сам доведет планер до посадки стоит это будет порядка трех тысяч евро за ремонт фонаря уточник за новый фонарь потому что старый улетит но понять что так делать нельзя этот фонарь может кому-то в голову прилететь так второй частый самый задаваемый вопрос чтоб сыграть на борту ну что чтоб сыграет вот шикает кислород который подается нам в легкие из вот этого замечательного незавидно вы видите львот кислородного баллона что это позволяет каждый фото раздает его конечно вот этот замечательный аппарат кислородный на каждый цик как каждый вдох небольшая порция воздуха вылетает наши ноздри и компенсирует то что у нас на такой высоте есть небольшая не хватка кислорода я прошил облака вышел на итальянскую сторону вот добро пожаловать в италию друзья как вы видите в италии облаков нету дальше все залито такой же дымкой как у нас было я учу в италии о какой красивый озеро снизу просто бомбезный бомбический вид фантастика миша ты посмотри на это да главное чтоб мы так но мы там и вернемся там щели снизу из которым это будет перепрыгнуть вот вид на равнинную италию смотрите там где-то турина ниш видишь турина я тоже турина развить не могу на дымка видите высоты 4 200 на высота осталось соответственно такой высоты много не насмотришь ну чтож вот она монтевиза даже не знаю снижаться к ее вершине или нет но надо она снизится там крест сейчас друзья пошалим пока будем шалить за 1 снизу я думаю вы потерпите а я пока вам на какой-нибудь еще вопрос отвечу какой-нибудь еще вопрос это задают про пшит их не сказали всем мере скороподъемность что пищит вариометр вот пищит электронный он сейчас минус 1 9 метров в секунду показывает все в этом вниз летим за красной силой но мы вниз то сейчас и хотим с мишей чтобы рядышком с вершиной пролететь да так вот мы рядом с кромочкой облака бэм немножко потрясло все выскочили опять прошили в другую сторону ту облачную массу очень красиво летается единственное что всем увидим и чтобы вот этой дынки не было было бы вообще прекрасно так втыкаем крыло монтевизу красиво ее не начать я попробую поближе пролететь и с большим креном но наверно на чуть меньшей скорости я попробую делать несколько миражей представляю за крылок чтобы мне было удобней пилотировать так альпинисты кстати могут быть на ней друзья вы можете внимательно присмотреться вдруг альпинистов увидите надо вот так чуть-чуть сюда и тогда я смогу крыло воткнуть монтевизу будет красивый кадр и вращаться не получается у меня чуть-чуть не хватает сейчас еще разочек подождите сейчас я же тоже только учусь пилотировать планер таких монтевизных условиях на скорости надо побольше об да вот точно все дело в скорости тогда могу сделать больше клиент и практически разведутся на ногах смотрите а да вот он маневр маневр моей мечты причем делаю его на скорости 200 поставить как гнется крыло планера то что действует и перегрузка неслабая сейчас у меня даже есть прибор который можно и померить но я его не забыл включить а уже включать как вы понимаете поздно давайте еще один проходик кадры бомбически так друзья больше не могу потому что это облако мне мешает я в него врезать иначе лишь там сель есть между горой и не заметил ладно если что обойдем опять я освоился сторону италии потому что не знаю если там сель будем через отеля в сторону если перемещаться если что но и смотрите ту сторону которую мы никогда практически не видим на наших видео а почему не видим потому что в италии всегда когда вот сюда на манте визу прилетается все красиво и и полностью застилают облака но сейчас этот процесс уже начался нам тут тоже надо не забегиваться коротко вам показываю всю красоту еще раз вид на итальянские долины зеленая вы видите как-то тут на этой стране безжизненно склон горы внизу какие-то городки а тут вот жизни нет пусто припусто может быть поэтому тоже как-то по-своему бесконечно красиво да ну что попробуем вернуться к нам в нашу систему как мы это можем сделать можно вот здесь левее взять прыгнуть но там где эти вот несколько озер но по опыту знаешь там будет плохо поэтому попробуем перепрыгнуть прямо по курсу 3 есть дырочка такая в облаке я думаю что нас не мы со своей скоростью 150 вполне перевалим я в некоторых видео опубликую как мы фортируем перевалы и самое главное в этом случае набор скорости и запас по скорости поэтому чтобы в случае нисходящего потока вы бы могли всегда превратить энергию скорости в энергию высоты смотрите мы сейчас раз и планер пошел вверх и набрал метров 100 одной одним легким движением ну чтож теперь как ветер перестает быть томным нам надо с мишей куда-нибудь слетать набрать высоту скорее всего это будет вот этими облаками и продолжить наш полет надеюсь мы вас порадовали до новых встреч губок уважаемые любители летных видов спорта до новых позитивных роликов ух-ху-ху ху-ху ху-ху!